Еще раз всем привет! И мы продолжим наш десятый урок, посвященный определению алгоритма и рассмотрению основных алгоритмических конструкций. Ты уже заметил, что чем дальше, тем длиннее становятся наши уроки, но по существу это темы, поэтому совсем не обязательно выполнять их в один день. Я надеюсь, ты так именно и поступаешь, уделяя внимание своим собственным проектам. Напомню, что в предыдущих частях нашего урока мы изучили и закрепили понятие алгоритма и конструкции исследования и ветвления. При этом для конструкции исследования мы рассматривали то, как задаются условия с помощью так называемых логических или булевых выражений. И, возможно, ты сделал свой проект под названием «Умный код-счетовод», в котором проверяются входные данные для того, чтобы получить дополнительную информацию и сообщить ее пользователю. В третьей части урока мы рассмотрим еще одну алгоритмическую конструкцию, которая называется «Циклы». И немножко усовершенствуем проект «Умный код-счетовод», добавив «Цикл». Итак, что такое «Цикл»? Начнем с определений, которые даны во Всемирной энциклопедии Википедии. Одно из определений гласит «Цикл – это разновидность управляющей конструкции в высокоуровневых языках программирования, предназначенное для организации многократного исполнения набора инструкций». Внутренное определение не правда ли? Но самое главное для нас здесь то, что цикл – это некая часть программы, написанная на специальном языке программирования, и эта часть выполняется многократно, то есть повторяется много раз. Другое определение, будем надеяться, более понятное. И в нем сказано «Также циклом может называться любая многократно исполняемая последовательность инструкций, организованная любым способом, например, с помощью условного перехода». Здесь уже яснее. Многократно исполняемая последовательность инструкций – это, иными словами, какая-то часть алгоритма, которую на много-много раз можем выполнять. И написано, что она может быть организована любым способом, например, по какому-то условию. И ты наверняка уже представляешь себе конструкцию ветвления, в которой что-то проверяется, и если условие истина, то выполняется. Потом опять проверяется, опять выполняется, то та же самая последовательность действий, и так многократно. Мы рассмотрим несколько примеров, и рассмотрим примеры сначала по традиции из жизни. На самом деле мы достаточно часто выполняем одни и те же действия. А если копнуть глубже, то человеческий организм, например, многократно выполняет одни и те же действия. Ну, к примеру, ритмический стук сердца. Он постоянен, может немножко меняться, но сердце стучит всегда. Мы постоянно дышим. Если мы перестаем дышать, то рано или поздно нам приходится возобновлять дыхание. Если этого не происходит, то это уже очень плохо. В своей жизни мы тоже выполняем различные действия многократно. Ну, точно так же, как сменяется день и ночь в природе, так и мы утром встаем и выполняем одни и те же действия. Идем умываемся, завтракаем, идем в школу или на работу. И очень многие действия действительно одинаковые. Ну, как я уже сказала, в природе циклические процессы происходят еще более часто. Периодически сменяется день и ночь, повторяются движения каких-то воздушных масс и так далее. Мы сейчас не будем вдаваться в особенности того, как устроена окружающая нас природа. Но, надеюсь, ты представляешь, что если идет дождь, то это много-много капель, которые повторяются, летят, скажем так, из тучи до земли. Из тучи до земли это одни и те же действия. Ну и главный вопрос, на который мы должны ответить, это какие многократно повторяющиеся инструкции можно, хотелось бы, да и нужно описывать в программе. То есть, как использовать в компьютерных программах циклы. И для этого мы узнаем, что есть такое понятие, как циклический алгоритм. И это описание действий, которые должны повторяться указанное число раз или пока выполнено заданное условие. То есть, мы можем делать циклы, которые заданное число раз повторяют одни и те же действия. Например, пять раз выполнить одно и то же действие или десять раз одно и то же действие. Или какой-то цикл, который связан с тем, что должно наступить или выполниться какое-то условие, и тогда действия внутри цикла будут выполняться. Или наоборот, какое-то условие не будет выполняться и цикл завершит свою работу. Если вспомнить о том, что у нас есть специальный способ описания алгоритмов в виде блок-схем, то, например, самый простой вариант цикла – это так называемый бесконечный или безусловный цикл, который мы использовали буквально в первых проектах. Мы писали всегда, брали блок. И это всегда означало то, что то, что внутри цикла, называется это телом цикла, выполнялось бесконечно. И, как у меня на слайде показано, есть некая опасность безусловного цикла. В основном, эта опасность связана с тем, что если мы будем писать программу на каком-то другом языке программирования и не предусмотрим выход из цикла, то наша программа попросту зависнет. Наверняка ты знаешь, что иногда, например, зависает операционная система. Понятно, что это нехорошо. В Scratch у нас есть бесконечный цикл, цикл всегда. И он в некотором роде защищен тем, что мы можем нажать на кнопку Stop и его выполнение прекратится. Чаще всего в программировании используются циклы с условиями. В данном случае здесь в виде блок-схемы представлен цикл, который называется циклом с предусловием. И формулируется он пока истинно. То есть пока истинно данное условие, указанное здесь, то при его истинности по ветке да, выполняется тело цикла. То есть некая последовательность действий. Потом возвращаемся назад опять. Если условие истинно, то тело цикла выполняется. Сколько раз будет выполняться тело цикла? Заранее неизвестно, но понятно, что выполнение цикла завершится тогда, когда это условие станет ложным. Ну и в Scratch многие наверняка уже помнят. Циклы у нас там же, где и конструкция и ветвление. В группе команд управление. Это логично, мы управляем вычислительным процессом. И по порядку идет сначала цикл повторить, который выглядит вот таким вот образом. Блок повторить. И вместо числа 10 мы можем ввести нужное количество. То есть это будет цикл, который будет повторяться заданное количество раз. По-английски этот цикл называется repeat. Английское слово repeat означает повторить. Или еще можно назвать этот цикл циклом со счетчиком, потому что будет считаться количество раз. Цикл всегда тебе уже известен, но forever – это английское название цикла всегда. И в некоторых языках программирования высокого уровня такие циклы существуют. И последний вид цикла, который есть в Scratch – это цикл повторять пока не. Точнее, циклы есть и другие, просто они по-другому реализованы. Но именно блоки команд, которые мы можем использовать для реализации своих собственных циклов – это вот эти вот три. Третий – повторять пока не выполнятся некоторые условия. Или по-английски repeat until. То есть мы будем внутри цикла, в теле цикла будут выполняться какие-то действия до тех пор, пока не станет истинным то условие, то булевое выражение, которое мы подставим сюда. Или иначе мы можем назвать этот цикл циклом с условием, пока не станет истинным. Ну а сейчас мы рассмотрим несколько примеров проектов, в котором реализованы простые действия с использованием этих трех видов циклов. Ссылки на эти проекты будут под данным видео, и ты сможешь их сам посмотреть. Итак, по порядку. Ну в том порядке, в котором мы, в общем-то, использовали уже циклы. Мы использовали первым цикл всегда. И вот пример проекта. Еще раз повторю, ссылка на этот проект будет под данным видео. И смотрим инструкцию. Нажми флажок, код начнет идти. Если мы нажмем пробел, он начинает перемещаться по сцене. И еще для того, чтобы было интереснее играть, мы можем нажимать клавиши R или N, для того, чтобы попросить кота что-то нарисовать, либо прекратить рисовать. Как он это делает, мы в очень скором времени в других уроках рассмотрим. Но если ты внимательно изучишь код, то ты тоже сможешь писать такие программы. Ну а сейчас посмотрим, что происходит внутри кода. Как реализован алгоритм. Мы видим, что здесь у нас несколько конструкций с циклом всегда. Все достаточно просто. Первая конструкция с циклом всегда. Тебе хорошо известно. Мы это делали на самом первом занятии, в первом уроке. Мы в цикле всегда реализовывали движение нашего персонажа. Здесь это движение задано в этом фрагменте кода, в этом скрипте, по нажатию на клавишу пробел. Вот сейчас я нажимаю пробел, и мы получаем то самое движение, которое мы раньше делали. Если мы нажмем на флажок, то у нас выполняется еще смена костюмов и поворот нашего персонажа в разные стороны, для того, чтобы движение было более разнообразным. Все достаточно просто. И перестает выполняться указанное количество инструкций тела цикла и одного, и второго, только когда мы нажмем на кнопку стоп. Иначе не останавливается, продолжает работать. Еще раз повторю, это самый простой пример, поэтому мы не будем долго на нем залипать. Если тебе интересно, можешь это реализовать. Следующий цикл. Повторить заданное количество раз. И если мы сейчас прочитаем инструкцию, то можно стереть все, вот я стерла, целое латинское нажало, можно нажать пробел, и наш кот нарисовал квадрат. Он его рисует для наглядности, чтобы видно было, сколько он выполнил движений. И сделано он это четыре раза. Можно сделать еще раз то же самое, выполнить раз, два, три, четыре. Четыре шага. Если мы нажмем латинскую букву P, то он выполнит другие действия. И выполнил их шесть раз. Вот сейчас для наглядности я сотру все, что нарисовано. Еще раз нажму. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот шесть раз. Мы сейчас посмотрим код, благодаря чему это происходит. А происходит это благодаря циклу повторить. Вот, допустим, когда мы нажимаем на пробел, мы заметили, что код рисует квадрат. Сейчас я нажму на пробел, видно, что выполняется вот эта часть кода. И в этой части кода у нас цикл повторить четыре. То есть четыре раза выполняются вот эти три инструкции. Это аналогично тому, что мы могли бы взять вот эти вот... Я специально оставила эту часть кода для того, чтобы можно было изучить. Вот, четыре раза мы бы записали одинаковые действия. Идти 200 шагов, повернуть на 90 градусов, ждать полсекунды. Полсекунды опять идти 200 шагов, повернуть на 90 градусов, ждать полсекунды. Третий раз то же самое, четвертый раз то же самое. То есть абсолютно одинаковые действия. И они одинаково четыре раза повторяются. Если собрать этот код вместе, чтобы ты убедился, что это действительно так, я все сотру. Вот я сейчас выполню этот код. И будет абсолютно тот же результат. Такой же, как здесь в цикле. И аналогично ты можешь расписать себе вот эти вот аналогичным образом те действия, которые выполняются для рисования шестиугольника. Здесь выполняются действия шесть раз. И отличие лишь в том, что выполняется меньше шагов, чтобы меньше была сторона. И поворачиваемся мы не на 90 градусов, а на 60. Все остальное то же самое. Итак, я надеюсь, что с циклом повторить тоже все понятно. И ты можешь использовать такие циклы для самых разных задач. Например, ты хочешь сделать так, чтобы какой-то там персонаж в твоей игре или в мультфильме вот заданное количество раз проходил по какому-то маршруту, скажем так. Или выполнялись какие-то другие действия. Например, что-то падало сверху вниз постоянно. И, наконец, последний цикл. Циклы повторять пока не. Результаты здесь те же самые, что и в предыдущем проекции. Вот мы нажимаем P и рисуется шестиугольник. Правда, немножко медленнее, потому что там пауза поменьше стоит. Если мы нажимаем пробел, то рисуется квадрат. Просто он чуть дольше стоит на месте. Как изменился код или скрипты, которые у нас были вот такими с помощью цикла повторить? С использованием цикла повторять пока нет. Давай посмотрим. Итак, что у нас здесь есть? Смотрим. Опять, когда клавиша пробел нажата, для того, чтобы можно было ориентироваться, я тоже оставила здесь кусочек этого кода. Но здесь у нас уже есть, оранжевым цветом обозначен, счетчик. Значит, у нас есть переменная счетчик. И, если ты обратил внимание, то счетчик меняет значение. Давай еще раз я сотру. Нажму пробел. Вот 0, 1, 2, 3. То есть счетчик принимает значение от 0 до 4, потому что стало потом 4. Но как только счетчик становится равным 4, больше действий не выполняются. Почему? Потому что у нас используется цикл повторять пока не. И в конце выполнения очередного прохода, это называется итерацией. Итерацией цикла. То есть один проход цикла это итерация. После окончания, в конце каждой итерации, у нас значение переменной счетчик увеличивается на 1. То есть сначала у нас значение счетчика было 0. Потом начинается цикл и происходит проверка болевого выражения значения счетчика больше 3. Оказывается, что нет. То есть это условие не выполняется. Пока оно не выполняется, будет выполняться тело цикла. Итак, 0 больше 3? Нет. Значит, мы выполняем эту часть. Увеличиваем на 1. Получаем значение счетчика 1. Опять возвращаемся. 1 больше 3? Нет. Выполняем. 1 плюс 1 2. 2 больше 3? Нет. Выполняем. И, наконец, 3. 3 больше 3? Нет. Выполняем. Но прошли мы при этом уже четвертый раз. И получили, что счетчик стал равным значению 4. 3 плюс 1 равно 4. И 4 уже больше 3. И мы выходим из цикла. И все. Больше ход ничего не рисует. Надеюсь, что я объяснила понятно. Если что-то осталось неясным, ты можешь сделать следующую вещь. Запустить этот проект для того, чтобы быстрее успевать. Например, ты можешь здесь поставить еще больше. Ждать, например, не одну секунду, а две. И еще раз выполнить. Давай сотрем, например. И вот смотрим. 0, 1 увеличилось на 1, 2 на 2 увеличилось, 3 на 3 увеличилось. И как только увеличилось на 4, а увеличивается после того, как он уже прошел один шаг, точнее, вот эти 200 шагов, вот эту линию, все, счетчик стал равным 4, и мы вышли из цикла. Ну что, сейчас к практике. Мы усовершенствуем алгоритм проекта «Умный кот-счетовод». Добавив цикл для выполнения новых вычислений. То есть сделаем так, что в конце вычислений код спросит, хотим ли мы выполнить вычисления еще раз. И если мы ответим «Да», то он их выполнит. Если ответим «Нет», то выполнять он их не будет, и закончится работа. Придется заново запускать проект. Ну что, давай перейдем к проекту и начнем. Итак, вот наш проект «Умный кот-счетовод». Надеюсь, ты его сохранил с новым именем. И здесь у нас, у меня осталась только проверка равенства на 0b. Возможно, ты добавил что-то еще. И теперь нам нужно сделать, понятное дело, цикл. И в этот цикл ввести ту последовательность действия, которую мы хотим, чтобы наш персонаж, в данном случае код-счетовод, выполнял до тех пор, пока мы не ответим на его вопрос «Нет». Что мы для этого должны сделать? Понятно, что мы должны добавить цикл. И раз я сказала «До тех пор, пока мы не ответим», значит, у нас цикл «Повторять пока не». Вот он здесь. И повторять мы должны. Какие шаги? Что будет внутри тела цикла? Смотрим. Наверное, должно быть внутри тела цикла вот ввод первого числа. Скорее всего, нам не надо, чтобы нас опять спрашивали, как нас зовут, правда? Это нелогично для проекта. А вот ввести первое число, второе, выполнить вычисление, так же, как это уже выполнялось, нам необходимо. Но нам необходимо также ввести булевое выражение и что-то проверять. Что мы должны проверять? Мы должны проверять на равенство ответ пользователя на вопрос «Хотим ли мы еще раз выполнить заданные действия?» То есть «Хотим ли мы еще раз посчитать?» Да? Как это сделать? Для начала нам нужно спросить. А спросить нам нужно после того, как мы выполнили действие. То есть он все посчитал, а потом он должен спросить. Ну, например, напишем так. «Посчитать еще раз?» И лучше сразу дать подсказку, как же ответить. Потому что если мы не напишем, как должен отвечать пользователь, он наверняка задумается, как же ответить. Поэтому в программировании принято вот так писать. Дальше. Мы могли бы здесь поставить переменную «Ответ» сразу, но есть некая опасность, что в этой переменной встроенной будет не то значение. Поэтому нам ее нужно использовать в другом месте, а именно здесь. Мы введем специальную переменную. Например, назовем ее «Еще». То есть это переменная, которая будет хранить ответ пользователю. Давай ее создадим. Назовем так «Еще». Не будем ее отображать. Это вспомогательная переменная. Также у нас, точно так же, как у нас была вспомогательная переменная счетчик. Здесь она нужна нам для учебных целей, но в большинстве случаев во многих проектах эти вспомогательные переменные знают, как использовать только программист. Больше нигде никто их не видит. И вот переменная «Еще» тоже у нас вспомогательная. В эту переменную мы будем вносить результат или ответ пользователя. То есть переменная «Еще» будет «Да» или «Нет». Вроде бы все хорошо пока. Здесь еще мы будем сравнивать с «Нет». То есть будем выполнять до тех пор, пока пользователь не ответит «Нет». Ну и в общем, наверное, этого будет достаточно. Давай проверим. Итак, сценарий тебе уже известен. Отвечаем. Вводим данные. И вот он спрашивает. Посчитать еще раз. Правда, очень быстро. Сразу после того, как он сказал, нужно, наверное, какую-то поставить здесь паузу. Добавим, ждать, к примеру. И отвечаем «Да». И вот у нас опять спрашивают числа. Мы их вводим. Посчитать еще. Давай ответим «Нет». Все, закончил вычисление. Больше не считает. Ну, чтобы была какая-то логика, опять же, во-первых, можно добавить вот здесь вот «Ждать», чтобы все-таки сообщение это было как-то зафиксировано, чтобы его можно было прочитать. Может быть, здесь понадобится не одна секунда, а две нужно проверять, тестировать. А во-вторых, как-то сразу раз и заканчивается без каких-то там, скажем, конкретных сообщений. Тоже не очень хорошо, поэтому мы можем написать, например, говорить «Пока, до новых встреч». Пусть, допустим, будет вот так. Ну, давай еще раз проверим. Итак, «Привет». Раз мы поздоровались, значит, надо и попрощаться, да. И сразу «До новых встреч». Что произошло? А произошло вот что. Если мы сейчас посмотрим на значение переменной «Еще», вот можно просто даже щелкнуть здесь по переменной, ее значение равно «Нет». И оказалось так, что в самом начале выполнения у нас условие оказалось истинным, и мы сразу вышли. Как преодолеть эту проблему? Да очень просто. Нам нужно просто задать начальное значение переменной «Еще». Ну, к примеру, напишем здесь «Да». Хотя на самом деле все равно, какое значение будет «Да» здесь, или «Ноль», или «Десять», или «Ну да». Ну, конечно. Самое важное нам отследить, когда пользователь ответит «Нет». Поэтому даже если он будет отвечать «Не да», «А», «Ну давай еще», тоже все будет работать. Ну что, проверим последний раз. Так, «Привет», «Как меня зовут?», «Посчитаем». Вот, было сообщение. Как я и предполагала, лучше ждать не одну секунду, а две или даже три. И вот он еще раз спрашивает, считать или нет. Ну, давай для чистоты эксперимента ответим «Да», все верно. Вот, он работает. И теперь отвечаем «Нет». Все, пока, до новых встреч. Надеюсь, тебе стало понятно еще раз, как можно использовать цикл «Повторять пока нет». Это достаточно универсальная, на самом деле, алгоритмическая конструкция. Во многих случаях она может использоваться. И ты сможешь использовать ее не только в данном проекте. Обязательно выполни вот эту часть, дополни ее циклом «Повторять пока нет». Ну, и сможешь придумывать другие какие-то циклы в своих собственных проектах для решения других задач. И в следующем уроке мы начнем работу над одним большим проектом, в котором тоже будут использоваться циклы для решения самых разных задач. Я желаю тебе успехов и до встречи в следующем уроке.